Дом 65 на улице Полынковская. Старой постройкой назвать трудно. У девятиэтажки отремонтирован фасад и входные группы. Даже слякотная зима не затмевала порядок во дворе. Возраст постройки выдают разве что панельные конструкции, которые не используют почти 30 лет. Видно, что у такого большого дома есть хозяин или хозяйка. У нас очень хорошо. Везде и на крышу залезет, и подвал залезет, и везде залезет. Вон на 67-й дом, говорят, там не держится, и он разваливается. А она везде следит. И это умница. За счет нее дом у нас в очень хорошем состоянии. Серафима Васильевна председатель совета дома больше 15 лет. Под ее строгим контролем большое общедомовое хозяйство. Чтобы навести порядок в доме, которому больше 35 лет, приходилось участвовать в различных программах. Он был серый, как тюрьма. Привели в порядок, он стал чистенький. Мы сделали, покрыли крышу. Мы, значит, подвально помещение, канализацию сделали, горячую воду, поставили счетчики. То есть там у вас не болото в подвале? Нет, конечно. У нас ходить можно в тапчиках, что летом и зимой. Мы в 2008 году провели капитальный ремонт. Мы вступили в программу. Мы, не жалея своих средств, вступили в эту программу, платили определенную сумму, которая нам была предназначена. И канализацию мы поставили и холодные воды, горячую. Серафима Васильевна советует собственникам старых домов не спешить открывать спецсчет. Ведь накопить деньги, например, на замену лифтов сложно. Каждый лифт в доме стоит больше двух миллионов рублей. И набрать их собственникам одномоментно тяжело. Реально дом при текущих тарифах может сделать это только за 12 лет. Лифтам уже более 30 лет. И в связи с тем, что мы знаем, что у нас есть организация, отдел капитального ремонта на Маршанском шоссе, мы обратились к ним, обратились в жилищный комитет. Потом мы провели собрание, чтобы о закрытии спецсчета и перейти к региональному оператору. В настоящее время вступил в силу таможенный регламент, согласно которому планировалось отключить все лифты старше 25 лет. И хоть его реализацию отсрочили на 5 лет, требования к лифтовому оборудованию ужесточились. У нас есть те дома, которые находятся на котле и которые запланированы работы, по которым будут эти работы проведены. А есть те дома, которые находятся на спецсчетах и которые, если они не предпримут никаких действий, то, что это ответственность собственников, то лифтовое оборудование, соответственно, там будет отключено. Современные лифты должны быть пожаробезопасны и оснащены голосовым оповещением. Раз в месяц проводят техническое обслуживание лифта. Проверяем все. Начиная от двери с первого этажа, кнопки, вызова, приказы. Потом поднимаемся сюда, смотрим. Пускатели и прочее. Да, электроника на электронике, а механическое и электрическое. Остановиться нужно вручную. Вот я разжимаю и вручную его прерыве сталкиваю. В ближайшие пять лет в городских домах предстоит заменить 588 лифтов. В 225 многоэтажках деньги на капитальный ремонт находятся на спецсчетах. В этом случае финансовая нагрузка на замену лифтового оборудования ляжет на плечи собственников. Людмила Марченко, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.